На трассе М4 почти 300 заправок, из которых более 100 это так называемые но-нейм. Мы будем заправляться на но-нейм заправках, но и не обойдем внимание известные бренды. Вплачивать бензин мы будем частично из средств попутчиков, которых мы нашли на известном портале BlaBlaCarCarPooling. И вот сейчас мы за одним из попутчиков заезжаем. Петр? Да, Михаил, приветствую. Здравствуйте. В Ростов? В путь. Поехали. Да здорово, очень удобно. Что удобно? Прямо было дома. Присел и поехал. От точки до точки. Слушайте, я всегда стараюсь забирать пассажиров. Вот сколько не возил пассажиров BlaBlaCar, всегда старался и забирать поближе, и высаживать поближе к месту, куда человеку нужно. Здорово. Очень удобно. Иду к другу, со служивцу. Красный Сулин. А это где? Ростов. Рядом с Ростовом, да, ну. Вот и я посмотрю, что это такое. А, ни разу там не были? Ну, были чаще вон у меня. А я на самом деле думал, почему BlaBlaCar? А туда вообще хоть что-нибудь ходит из общественного транспорта? Вот не знаю, но скорее всего нет. Ну, то есть получается, что туда лететь на самолете, до этого Сулима, Сулима... Сулин, по всему, только такси. А, да, такси там будет дороговато. Ну да, еще должно быть это такси. Ну, Петр, давайте на ты. Да, давай, конечно, давай. Дорога долгая. Что это? Что в том? Слушай, ну, на самом деле я предупреждал, мы по дороге в Ростов делаем такой большой бензиновый тест. Мы будем останавливаться на заправках, но это не будет сильно напряжно, обещаю. И будем проверять количество и качество топлива, которое нам там наливают. Ну, я думаю, тебе должно быть интересно. Буду надеяться. Ты же автомобилист. Да. Вот, любому автомобилисту это должно быть интересно. Мы подъедем к первой заправке, которую мы проверим. Это заправка АЗС-трассы. В данном случае перед тобой оригинальный 92-й бензин. Как результат? Ну, собственно, продали нам 4,83 литра, как показывает расчет. И это как-то меня не радует. Частная камера. Можно видеть, что камера установлена, ну, не совсем понятно. Это стоимость миллион семьсот тысяч. Ну, собственно, вот эти вот ребята получают 231 рубль с каждого штрафа. Ну, а поскольку 95% нарушений это нарушение скорости 20-40, то, по сути, они получают все штрафы. Меня очень удивил Интервейл. И самое главное, там настоящий 92-й бензин. Сам бензин отличный. Мне просто интересно, пончики. Какая-то стремная заправка, Петя, мне кажется. Ну, стремная, конечно, да. Слушайте, это запах газа. Запах газа. Самый прикол в том, что октановое число 93,8. И это 92-й. Присадок нет? Не, нету. Дима, это наши пираты. Это мы сейчас заехали на заправку, которой вообще нет на карте, чуваки. Она называется еще забавно РС Круп. Да, да, да. И там бензин, ну, прям вот мы когда наливали, он с таким четким запахом газа. И он как бы часть газа, неотъемлемая такая, под заправки. Он остается. Естественно, вам после, скажем, использования тары вот этой некой, вам нужно сливать куда-нибудь газолина. И там еще тец рассказывает приколу в 90-м. Когда чувак там на какой-то заправке заливал какую-то штуку зеленую в бак. Ага. Батя подошел, спрашивает, а что ты делаешь? А что ты заливаешь? Вот. Он говорит, а это газолин? Вот остается, я себе заливаю. Ну, заправщик себе заливал газолин, чтобы доехать до дома и обратно. Глаз. Главное, едет нормально, ну, хватает ненадолго. Доехать можно буквально до дома сюда, и сюда до дома, и там все. И вот так вот, как бы сейчас бодяжит бензин, я себе как-то раз залил такого ковница, так сказать. И проехал на одном баке, не знаю, который в 20-м, наверное, 30-м. Нас обманули на 300 миллилитров на вот этой замечательной заправке ООО Ландо. Но залили... А? Эресоил. Эресоил, да. Но залили какой-то жидкости, которая пахнет газом с октановым числом 93,8. Ну, это ненадолго. Ну, мы заправили в бак ее. Мы же в бак заправили, да, Дим, правильно? Ко всему остальному в бак заправили. Ко всему остальному, да. Ну, посмотрим. Машина пока вроде едет. Помимо того, что в машине воняет вот этим непонятно чем, значит, машина еще потеряла динамику. То есть, начало тупеть. И это при том, что мы 5 литров этого топлива, точнее, 4,84, растворили в 40 литрах, которые до этого уже были в баке. Нам налили 4,5 литра. Да, да... Номер 6. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это у нас газпром нефть. Мы заехали в МАК гриль-кафе. Это просто гриль-кафе. Да, там, где газпром нефть, заправка. Вполне приличное заведение, ребят. Ну, правда, дороговато. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бензин нормальный. Останавливается 194,1. Да, 53,23. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это настоящий 92 бензин. Во-первых. Во-вторых, без присадок. Сейчас посмотрим, мально ли нам его налили. Так, друзья, на руснефте нам налили вот столько. А купили мы 5 литров. Таким образом, будем считать, что налили тютелька в тютельку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приехали на замечательную зооправку. Юкс-Ойл. Очень много раз мы в нее проезжал, но вот за все эти годы решил заправиться впервые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Весь день идет, да, парни? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, весь день. Да, мы едем. Сколько просторов. Заметили, на юге темнеет. Раньше у нас, да? Да, раньше и быстрее. Да нет, самое главное, ночи тут становятся черными прямо, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, да, в южной. В южной ночи, да, они такие. Сочи, Крым, прям ночи такие, у них кромешные тьма. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, 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 да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, спасибо. Ну что, обратно, обратно на такси уже туда. Да, меня уже ждут. Все, тогда хорошие дороги. Надеюсь, поездка была приятной. Очень-очень познавательная, интересная. Надеюсь, я вам помог. Ну и наш набор юного химика. Вам было интересно. Успех. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА